Ну что друзья, здравствуйте! Сегодня будет обзор не такой как обычно, то есть не только говорящие руки, но и непосредственно говорящие лицо Игоря Человек. Меня зовут Игорец, поехали! Мы сегодня поговорим о таких наушниках, как Sennheiser Momentum. Я их приобрел не так давно, они выглядят примерно вот так. И цена у них сейчас от 21 тысячи. Вот в принципе коробка. Давайте сегодня поговорим немножечко про опыт эксплуатации, что это за устройство и зачем оно нужно. В первую очередь у меня непосредственно iPhone XS, и вы знаете, он поддерживает катастрофически мало нормальных кодеков, типа aptX, aptX HD, либо Yieldac. Поэтому, что можно с этим сделать? Просто приходить необходимо в магазин, например, такой как Dr. Head, ну в Москве по крайней мере. И просто заказывать все наушники, которые там есть, и слушать, сравнивать и так далее. Что я сегодня и делал. У меня было несколько моделей на примете. Я давайте сейчас вам зачитаю некоторые плюсы и минусы этих моделей, которые я сегодня слушал. Вот Sennheiser Momentum. В Dr. Head они стоят 23 тысячи. На Яндекс.Маркете они сейчас стоят от 21 тысячи. Я их приобрел, точнее говоря, бушные на Авито за 17 тысяч в идеальном состоянии, поэтому мне они обошлись, можно сказать, довольно-таки дешево. Первое, что я сделал, когда пришел в Dr. Head, я сказал, дайте мне, пожалуйста, AirPods. Потому что нигде их нельзя послушать. Они у всех есть, и это как-то манит человека на то, чтобы их обязательно купить себе тоже. То есть, некий эффект толпы. Но, ребят, когда вы начинаете слушать эти наушники, то вы понимаете, что кроме того, что в них просто нет проводов, больше пользы в них никакой нет. Вот честно. Кто описывает там магию, не магию и так далее, это просто бред. По сути, это вот, вы обрежьте обычные эти проводные наушники и получите тот же эффект. Поэтому для меня, прежде всего, AirPods, я вот послушал, ну, пищалки, даже не пищалки, а визжалки, у которых легкий намек на средние частоты и маленький-маленький басик, такой прям практически не слышно его. Звукоизоляции 0, что еще можно сказать? Ну, легкие, да, удобные, в принципе, да, очень компактные. Но цена их заоблачная. Если бы они стоили около 6 тысяч, возможно, цена была бы для них подходящая. Но сейчас то, что у них ажиотаж, и все покупают их за 13-14 тысяч, это, конечно, неадекватно, абсолютно. Я послушал внимательно AirPods, и я сказал, нет, спасибо, заберите их, пожалуйста. Но невозможно слушать там музыку, вот честно, невозможно. Кто-то говорит, что есть большие плюсы в том, что вот, можно зато, я не знаю, там, слышать окружающие звуки. В Sennheiser, например, есть функция включения внешних звуков. Если она вам нужна, вы ее включаете через приложение, но об этом чуть позже мы поговорим. По поводу AirPods я сказал. У меня, в принципе, вот такие наушники, довольно-таки редкая фирма, называется V-Moda. Да, вот так они называются. Это американские, очень крутые наушники беспроводные, и у них безумно крутой звук, вот безумно. Я тоже когда-то ходил в Dr. Head и пытался найти именно вот хорошие, большие такие наушники, которые одеваются полностью на все ухо, и я нашел их. Когда-то они стоили 30 тысяч, сейчас они стоят около 12-15, вот так, плюс-минус. Звук у них очень-очень хороший. Но Bluetooth там старой версии, и он постоянно у меня перебивался. И я поэтому... И к тому же, знаете, очень часто я иду, например, по улице, и мне понравилась музыка, я хочу там подпеть, или какая-то песня знакомая. Я не могу это сделать, потому что если вы одеваете такие наушники на голову, то вы можете максимум вот так как-то вот сделать, и это просто уродски выглядит, и вам неудобно, и это ухо давит, и... То есть, и выглядите вы как идиот, потому что она все на вас смотрит, что... Ну, поправь наушники, да. Поэтому, так или иначе, я исключил эту возможность, то есть петь я не мог. Сейчас же у меня есть, например, те же Sennheiser, которые можно взять одно ухо, послушать и так далее. Давайте перейдем к плюсам и минусам. Я расскажу про свой опыт эксплуатации. Вот что я мог... Что я послушал? Я послушал три версии наушников, даже четыре, еще и AirPods. Босс Саундспорт, я слушал, это такие гигантские уродские наушники, я добавлю фотографию. Они не сенсорные, то есть ничего нельзя сделать. Сбоку вот такие клавиши, нажимаешь, очень большие, коробка выглядит просто ужасно, как гроб, и она вся какая-то скрипучая, какая-то такая вот, ну, ужасная коробка, честно, и она большая. То есть сами по себе они не очень красивые, но, вы знаете, звук там, громкость очень хорошая, а басов крайне много, вот реально, кому интересны басы, прям это то, что надо. Но выглядят они, конечно, прям сомнительно и очень крупные они все-таки. Это по поводу босс Саундспорт. Далее, Bang & Olufsen, если я не ошибаюсь, так это произносится. Назывались они, по-моему, Mi 8. Если что, я напишу комментарий, как точно называлось. Послушал их, в ушах они сидят неуверенно, и рядом был мужчина, который говорит, я купил себе такие же, звукоизоляции там ноль, за счёт того, что вот реально в ушах они сидят как-то вот, ну, неправильно. Вроде бы детализация хорошая, вроде бы верхи и средние я слышу, но басов я не слышу, и так или иначе, как бы, они мне не зашли. К тому же, очень простое приложение, которое, ну, прям, скажем, совсем скромное. Давайте сейчас перейдём уже, я поставлю по-другому камеру, чтобы можно было поближе взглянуть на эти наушники, и я их покажу, расскажу, где, что, как включается. Ну что, друзья, сейчас посмотрим, что в комплекте, и более подробно ознакомимся уже непосредственно с нашими наушниками. Как я уже сказал, слушал я их вместе с айфоном. У меня также есть Mi 8, и там поддерживается AptX, но, к сожалению, разницы, как таковой, большой я не заметил, вот честно. Здесь у нас вот такой вот футляр, который выглядит очень, крайне, прям, вот, симпатично. Вы видите, да? С этой стороны у нас кнопка включения наушников, но, по сути, если мы открываем и достаём наушники, то мы уже можем слушать музыку. То есть я подключаю их сейчас, засовываю в ухо. Вот наушники мне сказали сейчас Connected. И сверху появилась надпись, не надпись, а ярлычочек. Всё, ребят, я ничего не нажимал. Наушники уже создали пару вместе с моим телефоном. И больше я ничего не делал. То есть я засунул эти наушники сейчас в ухо и включил Play. Я мог включить наушников. То есть, по сути, это тот же аналог AirPods. Даже я могу сказать, что, ну, абсолютно такие же, как AirPods, да? Потому что если я вытаскиваю этот наушник с уха, то звук останавливается. Если я засовываю обратно, звук воспроизводится. И единственный момент, что гораздо более качественный здесь звук. Сам наушник выглядит, давайте посмотрим на него поближе. Вот таким образом выглядит сам наушник. Это, как вы видите, левый. И хорошо, что на нём прям крупно так написано, что это левый. И выглядят наушники, вы видите, что довольно-таки презентабельно. Когда-то, я помню, на айфончиках четвёртых была, и на пятых, по-моему, даже, была такая кнопка проигрывания, включения музыки в Apple Music. Там, по-моему, она была тоже такая. И в зависимости от гироскопа она могла вот тоже переливаться такими разными цветами. Наушник довольно-таки лёгкий. Он весит 5 грамм. И очень хорошо держится в вашем ухе. По крайней мере, в моём прям очень хорошо держится. Сам футляр выглядит тоже довольно-таки компактно. Я не могу сказать, что он очень большой. К тому же, он такой вот махерчатый. И, конечно, если вы на него начнёте проливать кучу всяких жидкостей, он, возможно, будет не очень презентабельно выглядеть. Но пока что он у меня довольно-таки чистенький. Наушники, кстати говоря, если мы их сюда засовываем, то происходит щелчок. И так же, как у AirPods, можно сказать, что есть... Вот. Вот сейчас я... То есть, так же, как у AirPods, да, есть такой вот как бы магнитный держатель. И тут тоже есть магнит в самой коробке. Вот так она закрывается. По сути, в принципе, здесь есть Type-C. Меня это очень сильно сподвигло на покупку, что здесь есть Type-C кабель. Это крайне удобно. То есть, у меня сейчас практически везде Type-C, кроме айфона. Но следующий айфон, скорее всего, будет тоже с Type-C. Поэтому это здорово. Что еще шло в комплекте? Вот такая коробка, довольно-таки крупная, кстати говоря. Но вам не напоминает, что комплект как будто кричит? Смотрите. Здесь шли как раз-таки наушники в похожей сердечке немножечко форма. И тут у нас есть маленький такой вот... Кстати, очень удобно, что он маленький, потому что можно с пауэрбэнком использовать вот такой вот шнур Type-C. Также у нас здесь шла коробка с различной макулатурой, как обычно. Давайте посмотрим, что там еще и шло. Очень мелкие. Есть еще дополнительные амбишурки. Да, видите, они средние и самые маленькие. Мне подходят самые крупные. Возможно, у вас будет как-то по-другому. Идет три в комплекте и одна еще пара на наушниках. То есть, по сути, четыре идет. Давайте посмотрим, что еще. Здесь есть документация крайне толстая, большая. Прям, я не знаю. Естественно, открывать я не вижу смысла. Все, больше ничего нет. По сути, наушник, запасные амбишуры, три пары, Type-C кабель. И на этом все. А гарантия на них идет от непосредственно Sennheiser год. Но по российскому законодательству вы можете ее продлить на два года. То есть, здесь ничего такого нет. Конечно, единственное, надо будет вам обратиться в суд. В принципе, все, что было, я показал. Здесь еще какие-то иссушители, так сказать. Вот это в коробке. По поводу звука. Давайте скажу так, что они мне показались изначально не очень громкие по сравнению с другими наушниками. Но потом мне сказали, что они раскачиваются. То есть, они разогреваются. И через пару дней становятся очень громкие и такие же, как и все наушники. Так и произошло. Они через пару дней у меня разогрелись и стали очень громкими. Сейчас детализация крайне высокая и хорошая. Если я их спрятал в коробку, вы увидите, что они тут же отключились. Если я открою и достану именно правое ухо сразу, то как раз таки они сразу законнектятся. Мне не надо будет заходить в Bluetooth, искать их и так далее. Фирменное приложение. Давайте покажу его вам. Оно называется... Я так понимаю, что надо достать наушники. И они подключатся. Да, вот они подключились. Вы видите, что в фирменном приложении у нас показаны левое и правое ухо. Сколько они процентов. Функция, о которой я говорил, находится вот здесь. Если я сейчас ее включу, то мы будем очень четко, детально слышать все, что вокруг происходит. То есть, вакуумные наушники как будто превратятся сразу в обычные. И можно в таком режиме слушать музыку, продолжать. Но вы будете также слышать и то, что происходит вокруг. Например, людей, машины и все остальное. Вот. Ну, в принципе, здесь не очень много настроек. Здесь также есть очень красивый эквалайзер. Вы видите, что он прям вот... Посмотрите, что происходит. Низкие, высокие частоты. Все это довольно-таки корректно отображается. Ну, конечно, они постарались, красиво сделали. И можно также выставить здесь самоуправление наушника. Вы видите, что одно нажатие – это воспроизведение, пауза. Два нажатия – это следующая композиция. Три нажатия – это предыдущая композиция. И удержание – это понижение громкости. Это у нас левый наушник. Правый же наушник у нас имеет принять вызов. Также у нас есть отклонить вызов, либо повышение громкости. И причем нельзя корректировать, к сожалению, наши... То есть, как оно есть, так и есть. К сожалению, нельзя менять. Вот в AirPods'ах можно менять, например, как-то по-другому. Поставить здесь такого, к сожалению, не получается. То есть, вас просто... Вам констатирует факт, что именно так и никак по-другому. Это мне не очень понравилось. Но я общался по телефону с этими наушниками. И они работают как гарнитура, даже если вы засунете либо левый наушник в ухо, а правый будет заряжаться, например, либо наоборот. По сути, будет одно и то же. То есть, вас хорошо слышно, гораздо лучше, чем в AirPods'ах, например, тех же. Не совсем понимаю вот этот стадный инстинкт, почему все просто берут, эти AirPods'ы покупают, хотя звук там не очень. И все остальные функции вы видите, что в Sennheiser'ах есть. Поэтому я рекомендую эти наушники. Они очень-очень мне понравились. В дальнейшем, возможно, я запишу какой-нибудь опыт эксплуатации, скажем, через год. По поводу батареи могу сказать, что держит она весьма неплохо. Примерно плюс-минус, как AirPods'ы. Ну, в принципе, я думаю, что Sennheiser, когда делала, понятно, что откуда они брали свои идеи и к чему старались приблизиться. Но в силу того, что это Sennheiser и что они давно в музыке, уже не первый год, они сделали гораздо лучший продукт именно с точки зрения звука. А Apple и не предусматривала такую функцию. Они, прежде всего, показывают, как надо. То есть, какой продукт нужно делать. И потом уже все остальные начинают делать что-то похожее и, возможно, сделают лучше. Как мы видим на этом примере, они действительно сделали лучше. Ну что, ребята, давно не было обзоров. Я сделаю довольно-таки много сейчас обзоров. У меня появилось много техники. Я расскажу про опыт эксплуатации. И можете меня поздравить с возвращением на YouTube. Возможно, будут теперь более часто. И вы будете смотреть и наслаждаться вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как обычно, бла-бла-бла. До свидос. Пишите в комментариях, ребята, у кого какие наушники и у кого какие впечатления от этих наушников. Мы будем собирать информацию. Будет интересно послушать ваши впечатления о разных видах наушников. И также будет интересно и вам почитать разные комментарии. Ребят, всем привет. Не стал заморачиваться с выставлением света и так далее. Что хочу сказать. Вы посмотрели обзор. И это был обзор мой, когда я примерно ходил где-то даже меньше недели, около нескольких дней с этими наушниками монумент Валли. И что по факту я могу сказать. Я их потом проносил около двух месяцев. Следующее могу сказать. Если вы проходите через какие-то рамки, металлоискатели и чего-то еще, у вас отваливается постоянно правый наушник или левый. Это первое. Второй момент. Иногда ты заходишь в крупноторговый центр, отваливаются оба наушника. Либо один наушник отвалится. Либо ты поворачиваешь голову вот так в разные стороны и опять же отвалятся наушники. Хотя, на секундочку. Bluetooth 5.0. Вы понимаете, что это странно. Следующий момент. По поводу звука. Да, он крутой. Он очень классный. В метро приятно слушать. И звукоизоляция, и все, что я там сказал. Так оно и есть. Действительно круто. Но, следующий момент. Этот наушник чувствуется в ухе. Во-первых, он вставляется вверх. И, во-вторых, он дискомфорт. То есть, вы к нему будете привыкать. Привыкнете вы к нему или нет, неизвестно. Потеют уши, потому что создается вакуум. Там начинает все это потеть. Ушная сера. Даже если вы супер, там, моете, не знаю, там, с чем угодно эти уши свои. В любом случае, так или иначе, ну, вам наушник залазит прямо в самую глубь ухо. И от этого все-таки дискомфорт. Да, на улице, возможно, вы вообще ничего не слышите. Но вы слышите, как... У меня несколько было внутриканальных этих вакуумных наушников. Я ощущал свой пульс, свое дыхание, какие-то... Вот такая вот звук вакуума, как будто вы под водой. Вот это сразу ощущается. И это тоже неестественные звуки, которые так или иначе влияют на музыку. Поэтому, опять же, вот, чехольчик, например, да, чехольчик. Ну, он, вы заметили, что он махерчатый. То есть, он будет собирать так или иначе все грязь, пыль и все остальное. Куда бы вы его не поставили, он будет постоянно, ну, копить, копить. Даже если вы руками его трогаете, вот это вот... Всякие выделения с рук, там... Жир, то, что выделяется с рук, это тоже, как бы, влияет на чехол. Он становится потихонечку, там, темнее-темнее, грязнее и так далее. Его вы практически не сможете ни помыть, ни постирать, ничего. Вот. Ну, такой шатхи, он легкий, какой-то непонятный. И хоть я и рассказывал про то, что AirPods это плохие наушники, тогда еще не вышли вторые. Сейчас же они вышли, я их купил. Вот они в чехольчике таком отличном. Про них расскажу отдельный обзор. Почему именно я перебрался, почему купил и так далее и тому подобное. Просто хотел сделать какой-то небольшой такой итог. Более длительный, скажем, опыт, нежели в ролике предыдущем, где все лампово, красиво. А здесь просто по факту вам говорю, как оно есть на самом деле. В результате те наушники я продал. Причем они падали в цене очень сильно. Сенхайзер почему-то они стоили 23, потом 22, 21, 20. Я как бы чувствовал, что цена падает и надо продавать их быстрее. Очень нишевый продукт, очень. И стоит его покупать или нет, ну, конечно, цена у них заоблачная, поэтому вам решать. Если вы постоянно слушаете только вакуумные наушники, просто, ну, по факту, да, в метро, в метро. Ну, а что, вы в метро живете, что ли, нет? Ну, поэтому, ну, чего там, ну, 30 минут, ну, час вы в день в метро проводите. И то, если вы, если у вас метро вообще, в принципе, есть. А если у вас его нет, то вам его не надо. Вам не нужны эти наушники пропустые. Ну, звук неплохой там, да, действительно. Все, ребят, подписывайтесь, не подписывайтесь, без разницы. Друзья, пока монтирую видео, еще забыл один нюанс. По поводу Сенхайзеров. Самый убогий и ужасный момент, когда вы захотите с кем-то посмотреть фильм или послушать вместе музыку на Сенхайзерах, это сделать практически невозможно. Почему? Потому что два уха, если вы, они только сопрягаются на дистанции, примерно, как голова человека. Как только вы эту дистанцию нарушаете, хоть, я не знаю, на 5 сантиметров, вот буквально, все, тут же один из наушников, который не главный, он теряет связь, все, его нет, вы не слышите ничего. Я пытался таким образом посмотреть с другом фильм, я вставил себе один наушник, он вставил себе другой, мы буквально вот так головы поставили рядом, чтобы хоть как-то было слышно, потому что чуть-чуть, вот отводишь в сторону голову, просто садишься ровно с человеком, тут же теряется связь абсолютно, да, и Bluetooth 5.0, казалось бы, то есть это прям, ну, совсем плохо. Еще хотел добавить по поводу отдельной опции у Сенхайзеров, что там включается микрофон, и вы слышите все вокруг. Я пользовался ей ровно один раз, и только тогда, когда пробовал, пробовал ее, да, то есть смотрел, как она работает, все, больше мне никогда это не нужно было, и это абсолютно лишняя фигня, вам проще достать наушник, там все равно остановится звук, нежели вы будете, например, включать там вот эту функцию, пытаться там сенсором вот это нащупать точку G у наушника, это бред.